девочки мальчики всем привет на этой неделе в рамках проекта апрель месяц стартов я начала еще три проекта и все подбором поэтому пришлось с ними повозиться уделить время все-таки по набору всегда начинать намного легче там все готово а здесь нужно проявить немного творческих своих каких-то способностей и уделить время итак первый проект это мои зебры проект от анкор и проект оказался большой да да вот слона то я не заметила глядя на небольшие листы и схемы мне показалось что мне хватит половина отреза который у меня 50 на 70 но работа здесь 200 на 200 крестика и поэтому наверное уйдет весь кусочек края я не не обрабатывала еще нужно будет обязательно это сделать когда я приступила к этому процессу мне казалось что работа пойдет очень легко потому что здесь ну не особо сложная эта схема черные полоски белые полоски но не тут то было схема да конечно мелкая и и нужно увеличивать потому что глаза мои просто так устали ужас не привыкла вышивать по такой мелкой непонятной схеме но для меня проблема состояла совсем другом как только я приступила вышивать вот черную полосочку в две ниточки очень сильно светило очень я взяла вот сверху где было отшито в две нитки отшила сверху еще одной ниточкой полукрестом и дальше я пошла вышивать в три ниточки сложения но так как я вышла уже здесь в три ниточки я решила попробовать и белый цвет в три нитки не знаю то ли это толщина нити немножко отличается белой и черной то ли это мои такие ощущения вот в три ниточки вышивать черным цветом мне казалось легко и приятно а вышивать в три ниточки белым цветом оказалось очень неудобно они более плотные есть много три четвертых креста и было неприятно другие оттенки вот эти маленькие я вышивала сложением в две ниточки и вышивать было очень приятно вот и стоит у меня теперь дилемма вышивать в три нитки мучиться чтобы все было как так сказать по правильному или вышивать только черным в три нитки остальным в две нитки но есть вопрос может будет сильно контрастно будут выделяться по объему эти полосы не знаю вот пусть полежит чуть-чуть буду думать буду пробовать сам процесс конечно мне понравился очень приятно работать с линдой 27 аккаунт и это понимаю теперь это будет моя любимая основа но наверное на какое-то время пока не познакомлюсь с другими основами может быть так у всех но на данный момент мне очень нравится вот такая первая у меня получилась полосочка первые мои впечатления обязательно буду возвращаться к этому процессу нравится мне этот дизайн эти зебры ну вот надо думать потому что много три четвертого креста и в три нитки вышивать их неудобно ну вот так если у вас есть какие-то ваши соображения поделитесь я буду этому очень рада вот мой такой результат я вышивала эту эту вышивку всего один вечер и вот так получилось сегодня как-то пасмурно и солнышко то выходит то заходит не хватает наверное красок передачи но будем пробовать следующий мой проект бёрдж поинт вот он так переходим к бёрдж поинту вышивала я этот процесс на пальцах всего один день у меня так совпало что я была очень уставшая на работе такой стрессовый был день и мне хотелось просто вышивать на пальцах смотреть мои корейские сериалы и я решила попробовать вышивку бёрдж поинт хотя немножко меня пугала мелкая схема но все пошло замечательно вышивка началась полукреста вышивала по цветам просто брала один цвет и как говорится вышивала его до упора пока он не закончился на определенном отрезке схемы немножко я добралась до колес вот видны их очертания колеса кареты вот так ну дальше не продвинулась первое мое впечатление очень положительный и мне кажется этот дизайн у дименшенс будет вышиваться очень легко и быстро вот но опять же у меня здесь проблема со схемой мелкой и нужно будет ее увеличивать но в целом я очень довольна тем что у меня получается красиво и приятно вышивается вот такой второй процесс ну и конечно же переходим к третьему процессу дизайн анкор сельский сэмплер кстати это я сама так назвала его сельский сэмплер на самом деле название я нашла просто было написано что это специальный проект от фирмы анкор напомню что я вышиваю здесь на равномерной основе это кошель от цвайгард очень приятная ткань немножко мягкая но очень очень приятный цвет такой замечательный цвет мешковины вот этот процесс меня захватил по полной я им занималась два дня хотела и третий день повышевать чтобы сделать бэкстич но третий день я вообще не вышивала были запарки на работе приступила я вышивать вот этого листа с правого нижнего угла вышиваю я этого человека с лошадкой и вот человек у меня практически получился схема тоже здесь мелко значки расплытые и значки повторяющиеся это просто ужас нужно постоянно все сверять просто сижу с лупой разбираю эти значки сверяю по двум схемам есть значки которые прикрывает бэкстич вы знаете фирма анкор славится своим супер бэкстич чем и вот здесь конечно такой у меня ребус но вышивка очень очень интересно несмотря вот на все эти такие камни до сложные что нужно сидеть разбираться вышивается очень интересно крестики такие аккуратные получается и в принципе проработанная легко и хорошо шьется я вот буквально за два вечера прям с таким вдохновением вышел этого человека единственное вот но бэкстич не получилось сделать не хотелось уже чтобы он на нас смотрела так получается как бы его как тень руки держит хоть флаг ему давай в руки но там будет лошадка вот такая красота хочется скорее уже вышить лошадку прям вот этот процесс меня есть действительно так захватил хочется к нему поскорее вернуться процесс тоже будет большая картина не процесса картина будет большая мне казалось что тоже идет где-то половина канвы 50 на 70 но нет идет тоже практически весь кусок по ширине 50 сантиметров ну наверное где-то 50 на 50 будет здесь тоже 200 на 250 крестиков даже больше ну такой большой сэмплер не маленькая картина и эту картину я вышиваю в подарок мужу как вы знаете лошадки у нас на работу на развитие работы карьерного роста ему сейчас это нужно вот пусть он работает а я буду ему вышивать там потому что там будет много лошадок во всяких вариантах это вот на подарок мужу вот такие мои процессы три начатых очень я рада что я их попробовала теперь я примерно знаю что к чему мне готовится к чему я сразу готова и что мне нужно еще доработать потому что начало эти процессы очень быстро но нужно здесь конечно сделать более аккуратную организацию пообработать везде края я обрабатываю лаком меня девочки спрашивали как это вот лаком для ногтей очень просто подкладываете бумагу да чтобы нигде у вас не пропечаталась и просто лаком для ногтей прокрашиваете краешек оставляете чтобы высохла канва и все можно вышивать нигде не при стирке не приглашки у вас ничего не отклеится не пропечатается все проверено очень удобно и быстро я даже для развлечения иногда выбираю разноцветные лаки и крашу канву так чтобы мне было веселенько вышивать да ну вот я пойду готовить и организовывать мои эти все процессы складывать их в папочки конечно же вам все покажу сколько у меня получилось начатых процессов мои общие впечатления организацию ну и так далее но мы с вами увидимся в следующем видео до новых встреч пока пока